Я, значит, в морском порту, это называется в Сочи, вот это вот, скажем так, аллея. Здесь, ну, я не знаю, сколько километров тянутся разные шашлычки, кафе у сардинки и тому подобное. Привет. Вот такие вот тоже хорошие сардиночки проходят. Мне очень часто пишут люди о том, что сюда приезжают и не могут даже съесть элементарного, простого, вкусного шашлыка. Я решил сам приехать и все здесь проведать, попробовать и сказать, где же здесь вкусный по-настоящему шашлык. Есть один маленький минус. Меня часто узнают. Поэтому, если я приду и сам закажу себе шашлык, стопудово кто-то сделает его очень внимательно, хорошо и постараются сделать качественно. А мне хочется, вот как для людей. Поэтому я попрошу своего друга и моего главного Спилберга Женю. Женя, ну-ка, покажи всем. Так вот, сегодня Евген будет играть роль подставного покупателя. Он будет заходить, заказывать, а я где-то спрячусь. И он мне потом принесет эту плошечку шашлыком. И я попробую. И поверьте, ребята, я буду говорить без цензуры. Я иду пробовать первый шашлык, который заказал Евгену. Пустяшка. Сколько денег отдал? 400 рублей. Супое. Это мы оставим коту Барсику, которого мы найдем здесь в скором времени. И Евген, а где следующий шашлык? Казского стока. 660 рублей за 200 граммов. Вот это 660 рублей стоит? Красавцы. Не самое страшное то, что это невкусно. А самое страшное то, что это стоит таких денег. И за такие деньги, соответственно, это продают. Третья порция. По вкусу могу сказать, что по пятибалльной системе это твердая трешка. К сожалению. Осталось последнее заведение. Где я купил шашлык за 700 рублей. Что мы имеем за 700 рублей? Очень много лука. Листья зеленого салата в стиле Лола Росса. И бинго! Наконец-то мясо, которое похоже на шашлык. Конечно же, 700 рублей это не стоит. А вот что стоит настоящих денег, если вы хотите знать, то я прямо сейчас готов для вас приготовить свой шашлык. Ивлевский шашлык. Идем на центральный рынок. Я попробовал здесь шашлык. Местами не очень. Местами ужасный. Местами блевотный. Местами вообще жрать невозможно. Поэтому я сейчас пойду, куплю мясо. И приготовлю сам шашлык. И вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Будет мое. Вай-вай-вай. В России, удивительно, ни на одном рынке нету, соответственно, цен. И здесь, по крайней мере, цены определяются по своему внешнему виду. Ну, а мы продолжаем отдыхать в Сочи и решили зайти в казино. Здесь работает концепт-шефом и главным шефом в Сочи мой друг, ученик, ну и, конечно же, коллега Илюха Захаров. Приветствую. Вот настоящий этот дирижер. Ладно, еще открою один маленький секрет. Здесь еще работает мой сын. Кому я мог отдать свое самое драгоценное? Только своему самому лучшему другу. Я бы его пришиб бы, а Илюха так немножко сейчас подзанимается. Он там жив, нет? Конечно. Нормально? Поэтому пойдемте, сейчас посмотрите, как мой сын с ума здесь сходит. Значит, мы находимся на кухне прекрасного, интересного ресторана, где главенствует, понятно, что Илья. Здесь учится Матвей. Матвей, вот. Чтобы все понимали, ребят, а это очень важно, Матвей будет готовить не свои блюда. Матвей всего 18 лет, и он, соответственно, обучается. И вот чему и как он обучился, Матвей сейчас будет готовить. Добавим немного сладкой к креветке, а лучше возьмем карабинейры. Это самые сумасшедшие, огромные красные креветки, которые можно есть абсолютно сырыми. Сейчас что скажешь? Промываем, вытаскиваем, промываем. Поэтому я тебе говорю из-за одного-два. Я ожидал, что приедет маленький избалованный мальчик. Но на самом деле оказался трудяга, молодой. И что самое главное, его интересуют вкусы. Когда-то его отец меня в свое время научил готовить и зарабатывать на этом. Потому что хороший повар всегда очень хорошо и высоко оценивается. Я, на самом деле, ставлю для него большие ставки. Очень большие ставки, и это радует. Для меня это как школа. Школа жизни, школа, поварская школа. Здесь я могу научиться основам. Вот на таком рынке хочется попросить ПМЖ, постоянное место жительства. Как определить хорошую, качественную свинину? Как они? Вот празднички, посмотрите, цвет мяса. Он говорит, красивое, это самое главное. Я согласен с тобой, цвет мяса. Для того, чтобы понять, мясо мороженое не мороженое, когда вы будете, вы можете просто на него нажимать. Если вы увидите, что будет выходить влага. Правильно говорить. Влага будет выходить. То есть, значит, мясо было заморожено, разморожено, и его, соответственно, положили. Должен быть естественный цвет, естественный запах. Когда мясо не свежее, оно становится липким и не очень таким, знаешь, вот... Короче, это не женская попка или грудь. А когда мясо правильное, то оно, соответственно, и правильно. Надо, соответственно, ламзать не мясо, а сам, значит, кого. Два варианта буду делать шашлыка. Один на аджике, а один, как я его называю, это советский маринад. Для него мне нужна будет газировка, соль, молотый перец черный и репчатого лука. Очень много. Поэтому мясо мы взяли, пошли покупать все остальное. Очень приятно осознавать о том, что сейчас на кухне готовят не только мой сын, но и мой ученик и очень большой друг. Знаешь, Мань, самый важный момент – это не думать, что там, а просто брать и есть. Матвей сейчас тот этап, когда он все готовит и знакомится с новыми вкусами. Поэтому мы, когда прорабатываем, мы проговариваем каждый ингредиент, что входит. Он также эту всю историю пробует. Он этот сет не создавал, но очень хорошо повторяет и делает то, что ему говорят. Это самое главное. Интересное сочетание двух самых дорогих продуктов. Ну, трюфели и черной икры. Ты понимаешь, что если я молчу, значит, это вкусно. А когда-то, друзья, мы ели солянку, чьи, сосиски, котлеты по-киевски и многое другое. И как прекрасно, что мир меняется, все меняется. Спасибо моему папе, который когда-то мне дал очень дельный и правильный совет. А точнее, их было два. Первый, когда мне отец сказал, что Костя, иди в повара, потому что люди при любой власти будут хотеть есть и пить. И второй, Костя, иди в повара, ты так любишь жрать. Всегда будешь при куске хлеба. Папа, спасибо. Надеюсь, что когда-то Матвей также мне передаст спасибо. А что вы вожете? А что здесь, барабуля? Ставридка. А, ставридка. Ну, а я, кстати, сейчас не только для себя, а в большей степени для вас буду готовить прямо здесь шашлык. Как и обещал, два маринада. И потом дадим кому-нибудь попробовать. Как вы помните, я съездил на рынок и купил 3 килограмма свиной шеи. Здесь мангал по всем параметрам. Так. Ух ты, блин, зараза. Нагрелись уже, успели нагреться. Итак, охлаждаю пока шампура. Чтобы было понятно, тот шашлык за 700 рублей, который я обозначил более-менее похожим на шашлык, ввиду того, что он был нарезан. То есть хорошие, жирные, мощные куски. Но для меня это все равно достаточно очень крупновато. Мне хочется, чтобы шашлык был равномерно сочным. Поэтому я советую всегда мясо нарезать порядка 2-2,5 сантиметра кубики. Не больше. Так как я буду делать два разных вида шлыка, мясо я нарезаю все одинаково. А потом уже буду разбрасывать, как говорится, специи в тот или иной. Вот, видишь? Вот это куски. Я это называю шашлык-маринад в стиле Бекон-ЮССА. Здесь самое главное никуда не спешить. Потому что мясо, в принципе, как и женщина, любит все равномерно, планомерно, но со страстью. Половину мяса я нарезал. Это будет, наверное, один из таких более-менее долгоиграющих рецептов, который будет состоять на основе мяса и большого количества лука. Лук я очень люблю. И лук, на самом деле, в данном случае очень полезен, потому что масла, которые находятся в луке, они расщепляют мясные волокна. Мясо от этого становится намного нежнее, намного интереснее. Итак, что нужно для маринада? Конечно же, соль. Я люблю много соли. Очень важно, это черный перец, чтобы он был именно черный, чтобы он был обязательно молотый, и чтобы он был не выдохшим. Теперь я добавляю небольшое количество растительного масла и газировка, простая газировка, но ни в коем случае не боржоми, не есюнтуки. Классическая простая газировка. На полтора килограмма я добавляю где-то порядка около 200 грамм воды. И вот теперь очень важно, очень хорошо все это перемешать. Не надо стесняться. Мы же делаем шашлик-машлик. Газировка очень быстро впитается в мясо. И тем самым мясо потом впоследствии станет сочным. Сочность будет давать как вода, так же, как и свиной жир. У меня не было такой возможности, когда я учился. Я у кого учился? У бабищ в столовых тырить, соответственно, сахар до яйца. А потом уже, то есть я уже научился вкусно и качественно готовить у французов. И мне самое главное приятно осознавать, что в России есть шефы, у которых можно и нужно учиться. Это круто. Ты хочешь попробовать? Три-четыре. И смотри. Я повторяю, это не раз, всегда и везде. Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Вы наш движок. Как вкусная, хорошая еда. Ну, вот в этом и заключается идея. Идея подобрать правильные продукты, которые сами по себе дадут тебе интересное вкусовое ощущение. Ну так, и вот у нас секретный ингредиент. Мухоморы. Тертые, перетертые. Волшебного аппетита вам. Слушай, мухомора ее чуть попозже почувствуют, когда у нее глюки начнутся, понимаешь? Тогда и я буду понимать, что мухомор начал действовать. То есть, не обязательно есть только чебуреки, беляши и сосиски. Можно с помощью неприхотливых технологий, но очень глубоких знаний сделать вот такие вот штуки. Так что, кто хочется научиться, и в Легченел. Подписывайтесь. Это у нас хрустящая спаржа. Панировка состоит из японских сухарей панка. Острая китайская приправа. Ты ничего не забыл? Что? Одеть перчатки. Точно. Прошу прощения, дорогие подписчики. Вы еще вспомните меня через лет 10. У меня будет миллион подписчиков на моем YouTube-канале. Приятного аппетита, мама, папа. Всех люблю, обнимаю. Приятного. Значит, а второй вид шашлыка немножко кавказский, потому что я буду добавлять аджику. А обязательно соль. Кстати, ребятам тоже можем в море добавить соль, чтобы у них сразу была маринованная рыба, чтобы они ловили сразу раз-раз промаринованную. Обязательно перец. Мой любимый чабрец. Его мелко вот так вот порезать. И вот теперь аджика паста. Ароматика. Понюхай, салабончик, на каком огне жарить, на каких углях жарить. Березы это, кокосы это. Я не знаю, что там еще используют. Ольху. Да какая нахер разница? Мясо, которое я мариновал в газировке, вот посмотри. А уже ее нет. Она вся впиталась. Теперь насаживать, насаживать равномерно, не спеша. Пока будет готовиться этот шашлык, я буду насаживать второй. Теперь я беру и начинаю спокойно, не спеша, переворачивать этот шашлык. Вот видишь? Вот, вот теперь я его перевернул. А этот я ставлю и готовится. И теперь можно стоять, наслаждаться закатом, рыбалкой. И пусть теперь все меня завидуют, особенно рыбаки. И вот посмотри, вот этот шашлык, который с аджикой. Такое ощущение, что мы использовали паприку, перец. Посмотри, какой он красивый, с лучком. Здесь более натуральный вкус. Я всегда люблю вот так вот мясо. На ребро теперь его поставить. То есть, чтобы оно не только сверху и снизу прижарилось, как говорится, классически. Ну, со всех сторон. Учитывая то, что на лазурке почти уже все наши, поэтому все хотят шашлыка стопудово. Нахер никому не нужна фуа-гра, дефлопе, крутоны. Не надо делать и большие куски, не надо делать маленькие куски. Большие, у вас сверху все пересушится, а внутри будет сырцой. Когда мелкие кусочки, у вас просто-набросто мясо все будет сухое. Поэтому надо делать средние куски, среднего размера. Тогда и мясо очень быстро приготовится. Как и обещал, первый шашлык для того, чтобы он был сочным, но при этом он прожарился. Я считаю, в мое сугубое мнение, он готов. Я его вот сюда вот оставляю, и он стоит здесь, соответственно, отдыхает и доходит. Я не знаю, какое подобрать кулинарное и русское слово к этому, чтобы определить красоту этого божественного мяса. Охуенный вкусный шашлык. Да, все могут подумать, пиздить, не мешки воротить. Поэтому сейчас я чувствую барабулька, ставридка, и может быть кто-то еще будет пробовать и тогда, соответственно, оценивать. Здравствуйте, дорогие родители. Мама. Папа, мама. Ну что, родители, как вам понравилось, что вы покушали? Они все разные, да, то есть орза, я с тобой не спорю, это очень гладкое блюдо. Например, там тот же тартар, это насыщенный, где очень много вкусов и достаточно яркий. А еж, как вам, еж? Еж, в том числе, да, это яркий. Нам порван, сынок. Ну, самое главное, что ты кайфуешь от этой всей истории, вот и все, а Илюхе что, Илюхе, респект и уважуху за то, что вкладывают в тебя также какие-то знания и, соответственно, умения к профессии. Буду надеяться на то, что это не пройдет все даром. Да, я слышал, ты там в блогеры, да, подался? Да, подался, я тебе даже скажу больше, я не то, что подался в блогеры, а ты подаешься вместе со мною и с мамой, понимаешь? Да, Матвей, хватит уже свои чебуреки теребить. Я хочу, чтобы ты показывал и готовил все, что связано с завтраками. А что вам больше всего понравилось? Мне понравилось все. И мне. Илюх, ну, то же самое, спасибо тебе, дружище, блин, за то, что все-таки, блин, респект. Умничка, я горжусь тобой, чтобы не хуже, Матвей, а лучше. Да, конечно, лучше. Нормально. Как ты правильно сказал. Пожалуйста, цвоти, я тебе не буду, ну тебя нафиг. Ох, мать ее, чувствую, что сейчас что-то будет нереально. Итак, друзья мои, хотите знать и уметь, как приготовить охрененный вкусный шашлык, смотрите Ивлев Ченнел. Давай, ты тоже пробуй, чтобы понимал, что это на самом деле так оно и есть. Вот сразу видно сочинец, хлеба не хватает. Москвич бы всегда сказал, водки не хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова